Вот документы о строительстве железнодорожной линии на ушке Улан-Батор и постановлении Совета Министров СССР с автографами Сталина. Здесь автографы Молотова. Здесь документы, которые впервые представлены на широкое обозрение. Постановление, приказы, многочисленные плакаты, наглядно иллюстрирующие советско, а впоследствии и российско-монгольскую дружбу. Фотографии с фронта, боевое братство на Халхенголе и, конечно, подписание важных политических и торговых соглашений. Выставка, посвященная столетию установления дипломатических отношений России и Монголии, открылась в первый день работы Восточного экономического форума. Одновременно с научной конференцией, собравшей ведущих историков, архивистов, академиков двух стран. Видеообращение к участникам встречи направил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. Соглашение между правительствами РСФСР и Монголии было заключено на переломе эпох, в период коренного переустройства всей системы общественных отношений в двух странах. Сегодня российско-монгольские отношения, пережившие бурное столетие испытаний, призваны выйти на качественно новую ступень стратегического партнерства. Рассчитываю, что диалог российских и монгольских историков, проходящий на полях Восточного экономического форума, внесет свой вклад в достижение этой общей цели. Договор об установлении дружественных отношений между Монголией и Россией был подписан в ноябре 1921 года. Документ фактически означал признание суверенитета нового государства, Монгольской народной республики, которая будет официально провозглашена уже через несколько лет. Век дружбы и сотрудничества между нашими двумя странами – это история революционных изменений, которые реформировали нашу социальную систему, история холхенгола, история дружбы вместе перенесущая тяготь в Великую Отечественную войну, история обширного послевоенного развития и строительства, история перестройки, демократии, история доверительных отношений между братьями, друзьями и соседями, которые столкнулись со сложными проблемами рыночной экономики. В истории дипотношений Москвы и Улан-Батора не обошлось без зигзагов, однако поступательное развитие – это как раз то, что отличает взаимодействие двух стран. Начиная от событий мировой значимости вступления Монголии в ООН в 1961 году при содействии СССР и заканчивая сотрудничеством в космосе. Первый полет монгольского космонавта-исследователя на орбиту, который состоялся ровно 40 лет назад, в 1981, стал всенародным праздником для Монголии. Советский Союз оказал помощь Монголии в вопросах ускоренной модернизации страны, развития сельского хозяйства, промышленности, культуры, образования, науки, здравоохранения, урбанизации. В этот период были созданы горнообогатительный комбинат РДНЭТ, объединение Монголы-Софт-Цветмед, Улан-Баторская железная дорога, а также осуществлены крупные строительные проекты в области транспорта, энергетики, социальной сферы. Исторический фидбэк налицо. Восточный экономический форум, ставший ежегодным местом встреч мировой политической и бизнес-элит, по уже традиции демонстрирует фундаментальный научный подход в решении глобальных рыночных вопросов. С 2018 года, благодаря усилиям Российского исторического общества и Фонда истории Отечества, стали появляться серьезные научные конференции, и, я бы даже сказал, была заложена традиция. В 2018 году у нас было мероприятие, посвященное российско-японским отношениям, в 2019 году это Китай, и вот сейчас у нас Монголия. И мы верим в то, что в следующие годы эта линия научная будет продолжаться. Она очень важна, потому что, ну, говоря об инвестициях и экономике, нельзя, как бы, ограничивать себя впечатлением, что этим все и заканчивается. Все строится, естественно, на наших знаниях, на исторических знаниях, на наших прогнозах, и, что самое важное, на взаимосвязях. Это тем более важно, что из-за пандемии пауза в диалоге затянулась. В прошлом году Восточный экономический форум был, по сути, отменен, вернее, перенесен на год нынешний. Хотя проведение форума в онлайн-формате обсуждалось до последнего. После таких энергичных, интенсивных обменов, научных пауза, связанная с пандемией, она вообще приносит много проблем, но сегодня мы имеем возможность живьем обсудить наши проблемы, которые действительно связывают Российскую Федерацию и Монголию и объединяют наших ученых. Только за последние годы между Россией и Монголией было заключено более 280 договоров и соглашений, которые охватывают самые разные сферы – культуру, науку, проекты в области образования и многое другое. Такое взаимодействие – лучший фундамент, на котором вот уже столетия строится то, что принято называть добрососедскими отношениями. Служба информации фонда «История Отечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова